Приветствую вас. Я думаю, что для ответа на ваш вопрос нужно потихонечку, скажем так, интегрироваться в вашу историю. Да, потихонечку, не спеша, чтобы вы увидели сами Геннерис и Геннерис. Итак, посоветуйте, как себя вести. Марина, история здесь следующая. Психологи не дают советов. То есть, как психологи, да, мы не имеем права давать советов вам. И если вы хотите именно советов, чтобы вам, ну, посоветовали, то я настоятельно рекомендую обратиться либо к вашим друзьям, вот, либо к, ну, кому-то ещё, да? Вот. Потому что с точки зрения психологии нет ничего хуже, чем совет. Потому что получается, что мы за вас берём ответственность. Вот. За вашу жизнь, за ваш выбор, за ваш, за ваш, ну, успех или не успех. Да? Вот. Мы берём выбор. Мы берём ответственность. Я не думаю, что это хорошая идея. Не думаю, что это хорошо. Для вас. Вот. Поэтому. Первое, что хочется сказать, это то, что психологи, психологи не дают советов. То есть мы можем, в принципе, поисследовать вашу историю. Можем найти проявление деструктива в поведении вашем. Вот. Можем найти это. Вот. Ну и, значит, дать рекомендации какие-то, провести работу, программу, значит, корректирующую программу составить. Вот. Вот. Но не советовать. Дальше. Общаемся с мужчиной. Пишите вы. Здесь я сразу бы хотел уточнить. Если вы общаетесь с мужчиной, то что между вами общего? На чем базируется ваше общение? То есть, что, грубо говоря, вас объединяет с мужчиной? Вот. И объединяет ли что-то? Как много у вас общего с человеком? Вот. Как вы выстраивали с ним общение, взаимодействие? Как? Назвало ничего. Назвало никаких элементов. Дальше. Поначалу все было хорошо. Что значит хорошо? Что вы, грубо говоря, подразумеваете под этим? Ну, под определением все хорошо. Конкретно. То есть, хорошо для вас это как? А хорошо для него это как? Дальше. Встречали, когда я хотел построить семью со мной. Скажите, а зачем семья? Ну вот, а мужчине семья зачем? Для вас, грубо говоря, важнее что всего? Для вас важнее семья, которую он хотел с вами построить? Или сам человек для вас важен? Что важнее? Почему вы говорите, что даже хотел построить семью с вами? Какое значение для вас это имеет? Что он хотел построить семью? Далее. Я как-то была не готова, так как в разводе есть ребенок. С чем связано то, что вы не готовы? Вот, если вы готовы общаться с мужчиной, встречаться с ним, но к семье вы не готовы, то, соответственно, готовность или не готовность чем-то определяется вами. Вот почему вы были не готовы, когда мужчина хотел? Чем это было продиктовано? Дальше. Дальше. Вы пишите, что вы в разводе. Из-за чего? То есть, ну понятно же, что развод это серьезное событие. В жизни человека. И, коли он с вами произошел, то на это были причины. Меня интересуют, какие причины были у вас, вот лично у вас, да, вот, какие были причины для развода? Это очень, очень, очень важный момент, потому что если вы для себя не определите, не увидите, почему вы развелись, да, то есть отношения привели к разладу между вами, то очень может быть, что и следующие отношения ваши, они тоже приведут к чему-то негативному только лишь. Ну вот. Это уже сейчас происходит. У вас уже сейчас не складывается отношение с мужчиной. понимаете, со вторым вот мужчиной у вас отношения не складываются. И это с чем-то связано. Это связано с тем, скорее всего, как вы себя преподносите. Это связано с тем, скорее всего, как вы себя позиционируете, по сути дела. Да? И, соответственно, данный аспект нужно исследовать и подкорректировать. Дальше. Так. Сейчас я, наоборот, хочу, чтобы отношения укрепились. А что поменялось у вас, Марин? Вот что поменялось у вас? То есть вы говорите, что хотите, чтобы отношения укрепились сейчас. Но тут что-то изменилось. Меня интересует, что именно изменилось. Очевидно, что что-то изменилось. Очевидно. Но что именно? Конкретно, что изменилось? Вы же не раскрываете никак эту историю. А она, вообще-то говоря, очень важна. Так. Теперь он не готов. Он говорит, что возможно, если его бывшая жена, которая его предала, захочет вернуться, он ее простит, так как хочет жить своим сыном. Ну, смотрите, здесь совершенно очевидно, что мужчина, во-первых, не завершил отношения со своей женой, да, то есть как бы эмоционально он находится еще с ней. Да? Вот. Это первое. Ага. И второе. То, что вы для него не являетесь ценностью в себе. То есть сами по себе вы для него не ценность. Вы для него скорее как, ну, типа как, типа как средство. Вот. То есть он вас не воспринимает как отдельную женщину, как отдельную личность. Видите, он говорит, что вот если она ко мне вернется, да, если жена там что-то с женой получится, то, соответственно, в этом случае я буду жить с ней. Ну вот. То есть человек вас использует по факту. Вы же, вы же по факту позволяете ему это делать. То есть вы по факту позволяете человеку раз использовать. И весь вопрос заключается в том, почему. То ли дело в вашей низкой самооценке. То ли дело в страхе одиночества. То ли дело в том, что настоящей, ну, как бы нормальной близости вы боитесь. Вот. Значит. И поэтому единственная близость, которая вам, вам, вот, доступна, это вот такая, когда мужчина как, как бы держит вас на расстоянии и вы вроде бы недовольны. Но в то же время и понимаете, что, ну, она больше вы не способны. Скорее всего. Вот. Понимаете? То есть тут история такая, что мужчина уже фактически признался вам в том, что он не воспринимает вас как самостоятельного человека, самостоятельного партнера. И нужны вы ему только, только вот для, соответственно, своих каких-то целей, своих каких-то желаний. Ну. И вопрос заключается в том, готовы ли вы это принять. Считаете ли вы, что вы достойны этого? Считаете ли вы, что такое отношение к вам, да, оно, ну, нормально, оно хорошее, оно адекватное. Вот. Считаете ли вы, что это нормально? Потому что если нет, то такого человека нужно отдаляться. Показывая ему, как бы, что вы не готовы к таким отношениям. Вот. Дальше. И со мной расставаться не хочет. Говорит, я ему нужна, и если в течение пару лет он не вернется в семью, или его бывший раньше выйдет замуж, у нас все будет хорошо. Еще раз, готовы ли вы, Марина, быть запасным вариантом для своего мужчины? Если готовы, то проблем, я полагаю, нет никаких. То есть готовы, хотите? Пожалуйста. Если не готовы, то будет лучше, если вы дадите мужчине, как бы, понять, что данная ситуация вас не устраивает, что вы достойны большего. И, соответственно, действовать вот так вы не будете. То есть, ну, принимать его такие условия вы не будете. Я просто не знаю, что делать. И хочу быть с ним, и хочу быть брошенным. Так как привыкнуть к нему, человек он очень хороший. Привычка это, скорее, потребность, Мариса. И вот именно то, почему вы привыкли к нему, и требует в первую очередь исследования. Потому что вы в нем нуждаетесь. А любая нуждаемость, это зависимая зависимость. Понимаете? Поэтому здесь, в данном случае, вам зависимость желательно исключить. Ну, то есть, освободиться от них. Вот. Раскрыть то, что за ней стоит. Ну, за зависимостью. Как бы вашей. Вот. То есть, здесь нужно именно понять, что именно, к чему именно вы привыкли. что именно вы ожидаете от мужчины, что из своей сферы, сферы зоны ответственности вы возлагаете на него. Конкретно, что именно. То есть, что вы переложили на него из того, что нужно делать вам самой. И нужно реализовывать вам, вам же самой. Вот это нужно исследовать. И привычку нужно раскрывать. То есть, какие желания стоят за этой привычкой. Чего я хочу от мужчины. Вот. Что мне нужно от него. Как я могу сама получить то, что вот я получаю сейчас от него. Чем я готова пожертвовать ради того, чтобы мужчина мне давал то, чего я хочу. Наносит ли мне это вред? Ну, ну вот. Как бы. То, что я хочу, да, наносит ли мне вред? Или нет? Если да, то какой? Понимаете? То есть, вот это все нуждается в исследовании. Потому что пока что отношения у вас не совсем здоровые, да. А ждать мужчину вы можете очень долго. На самом деле. Вот. Я серьезно говорю, что вы можете его очень долго изгнать. Мужчина может кормить вас завтраками очень-очень долго. Долго. Вот. И весь вопрос, что вы готовы ли вы к этому. Так. Возможно, у меня чувства к нему проснулись. Ну, понимаете, вот опять же, ваши чувства проснулись к нему тогда, когда мужчина сказал вам, что, как бы, вам нужно подождать. Вот. Тогда проснулись ваши чувства. То есть, до этого, до сих пор, да, до того, как, мужчина вам не сказал, что он не готов к отношениям. А наоборот, проявлял свою готовность. Чувства у вас не было. Это явный признак страха близости. Вот. И если данный аспект не подкорректировать, да, то, возможно, у вас будут серьезные проблемы. Потому что, ну, если человек боится близости, то он, по сути, вот играет. Играет вот как, например, играть и вы. Да, это такие вот определенные игры. У вас психологические игры. И эти игры, собственно, и не позволяют вам устраивать здоровые отношения. Как сделать так, чтоб человек думал только обо мне? Ну, во-первых, важный вопрос. Зачем вам это? То есть, понимаете ли вы, что... Сам-то человек вас не волнует. Вас волнует только то, чтобы он раздумал. Это значит, что это нужно вам. Это значит, что вам живота не хватает. Это значит, что... Вы пытаетесь через мужчину получить именно то, что необходимо и нужно вам. А это, в свою очередь, означает, что вы очень склонны к зависимым отношениям. И любить, вот именно любить, на данный момент, вы, ну, не сказать, что вы особо готовы. То есть, для любви не нужно хотеть, чтобы человек думал-думал только о вас. Вот это любви. Нужна гармония. Чтобы любить, нужно иметь гармонию внутри себя. Вот. А вы эту гармонию не имеете. И, соответственно, как бы вот ваш вопрос, да, он уже свидетельствует о том, что здоровые отношения вы не выстраиваете. Не выстраиваете пока. С другой стороны, если вы хотите, чтобы мужчина думал о вас, да, с другой стороны, то, в принципе, в принципе, сделать это можно. Но для этого нужно, чтобы вы стали для него идеальны. Вообще. То есть идеальны вот настолько, насколько это возможно. Чтобы мужчина прямо, ну, хотел быть слабым. Чтобы мужчина прямо сказал, прямо понял, да, вот. Вот. Это она. Самая. Да. Вот. Понимаете? Вот это, это можно и нужно сделать. И тогда уже, тогда уже, он может начать о вас думать. Ну, а может, соответственно, и не начать, потому что тут гарантии, как бы никаких. Вот. Вы можете посмотреть у его жены, как вот она с ним себя, грубо говоря, вела, да, что он к ней так привязался. Вот. Вы можете это перенять и постараться дать, ну, больше, дать больше вашему, ну, мужчине, да, чем дает она. Ну. Это, это, это как, это как, как вариант, это один из вариантов. Дальше, эээ, как себя вести в такой ситуации? Эээ, смотря, смотря, опять же, какие цели, да, то есть, как бы, ага, если у вас, ээээ, цель построить отношения любой ценой, да, то вести себя нужно адаптированно. То есть, то есть, в плане того, что не устраивает, понимаете, каких-то ревности, да, там, не позволяет себе лишнего, да, говорить, не критиковать, а так далее. Ну, если вы хотите именно отношения, то выстроить. А если же речь идет о, эээ, ну, о счастье, да, если речь идет о счастье, именно, то в этом случае вести себя нужно ориентированно на себя. То есть, не на, не на него, да, как вот сейчас у вас, эээ, происходит все, а на себя. То есть, нужно, нужно, чтобы вы, в отношении, в отношении к себе, в первую очередь, полностью себя обеспечили. Вот. Вообще. Всем. Чтобы вы, эээ, были удовлетворены, чтобы вы были, эээ, гармоничны, и так далее. Вот. Это нужно не только вам, но и вашему ребенку, потому что ваши страдания передаются ему, ребенку, в частности. Вот. И если вы этого не хотите, то нужно, нужно, эээ, брать ситуацию в свои руки. Вот. Поэтому ответ на вопрос, эээ, вот на этот, да, на последний, на последний вопрос наш, он именно такой, такой. В зависимости от цели. Вот какая цель, эээ, такое и победили. Вот. У цели могут быть критерии, да. То есть, почему я выбрала, например, именно эту цель, допустим, а не другую. Насколько, насколько мне эта цель важна. Например. Это вот, эээ, тоже, эээ, все-таки очень важные моменты. Вот. Так что, если и хотите, то со всем этим можно разбираться. И по итогу, эээ, выработать рекомендации, которые будут доступны, которые будут актуальны только для вас. И определить, на каких основаниях вы хотите устраивать отношения. Вообще, в принципе. На этом все. Я надеюсь, кто помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. И намеку вас заway. Ваё. КО. Горос. Продолжение следует...